всем привет вот и у меня дошли руки разобрать весь этот цирк в лунске с террористом конечно позорище полное я честно говоря вот смотрю на это и у меня такое желание чтобы они уже прям сегодня все ушли вот подальше куда-то лучше вообще уехали из страны потому что терпеть их просто больше нет сил когда 21 июля прошла информация о том что арсен борисович аваков срочно вылетел в луцк я у себя в фейсбуке тогда опубликовал пост где саркастично написал что ребята не переживайте аваков уже вылетел он совсем разберется то есть уже в тот момент лично мне стало все абсолютно понятно что это цирк очередной ну а то что происходило дальше только лишь подтвердила мою версию и не всех даже кто я думаю сомневался в этом убедила потом появилась вот это вот раз чудесное видео вот мы видим выходит у нас этот самый террорист выходит он сумкой до была информация о том что у него там оружие взрывчатка боеприпасы вот эта сумка с боеприпасами себе стоит дальше он стоит полторы минуты этом вырезаю этот весь кусок потому что он там тупик да ну потом к нему подходит это понимать это кордовец коваль ну еще один врач ну типа врач ну врач уже помогает кордовцу заводить руки за спину такой какой-то интересный врач дальше коваль идет себе к автобусу стоит сумочка да возможно там взрывчатка никто его не ложит на пол этого преступника возможно он мог в тот момент когда к нему подходили значит стрелять или активировать взрывное устройство чтобы больше жертв ну и коваль себя спокойно говорит людям выходите выходите а вдруг автобус заминирован действительно откуда вы знаете ну то есть они знают что автобус не заминирован потому что они ведь сами сделали постановку люди себе потихоньку выходят на врач им говорит давайте идите вот туда вам надо идти туда надо идти да и вы туда идите идите туда врач дальше еще интереснее происходит врач потенциально заминированный автобус заходит ну то есть в автобус должны заходить первыми кто взрывотехники ну и спецы врач у нас заходит в автобус но врача не жалко пусть взорвется там с автобусом да замначальника национальной полиции тоже не жалко в принципе да я так понимаю но тем кто организовывал весь этот цирк он тоже себе заходит потенциально заминированный автобус сумочка стоит продолжает стоять там тикает какой-то механизм взрыв взрывной все замечательно все по-свойски все себе спокойно выходят никто ничего не боится а теперь взрыв идет это у нас сбушники бравые взрыв пакет взорвали то есть уже у нас вышли почти наверно все заложники данные не считал сколько релик 13 сбушники подъезжают подлетают оружие на изготовку оружие подоставали они вы смотрите против кого вы это оружие собрались там применять такой идиотизм но потом уже там журналисты подошли уже потом положили его мордой в пол говорится и начали его снимать и рассказывать какие мы бравые ребята вот как мы все это красиво сделали ну цирк а потом происходит брифинг где господин аваков говорит следующее он вышел из машины писи то як домовился с нами вышел если нему вышел генерал коваль еще два наших сотрудников его затримали бойцы службы беспеки таскать забеспечили заходы беспеки после чего вышли заложники и мы запроводили сюда но на самом-то деле все было совершенно иначе вот аваков говорит сначала подошел коваль да там и его эти сотрудники потом сбу обеспечила там безопасности потом вышли заложники нет но мы же видели своими глазами из был приехала когда уже все почти вышли поэтому это конечно полное вранье что еще раз подтверждает на версию такую что это все цирк и постанова не зря наверно возле драм театра все это проводилось все все вот это их не интервью и бла-бла-бла я не хочу показывать потому что они там стоят только и нахваливая друг друга вот аваков нахвалит президента тимошенко нахваливает авакова и сбу ну короче все друг другу дякую все такие классные пацаны при этом самое интересное в этом всем брифинге это состав людей которые там находятся то есть зам начальника национальной полиции зам главы национальной полиции в день и коваль что он там делает непонятно ну теоретически если уж прям сильно натянуть как бы саму на глобус то получится что аж целому заместителю главы национальной полиции поручили заниматься вопросами и там оцепление потому что в данный случай в спецоперации с был у нас коваль может там только лишь оцеплением руководить ну бог с ним если уж сильно натянуть конечно то коваль там может и находиться руководил оцеплением да смешно потом дальше у нас господин аваков да что там делал министр внутренних дел вот с юридической точки зрения он никаких полномочий не имеет он не может там не как командовать принимать никаких решений какие-то совещания говорят с кем-то правду по поводу чего с ковалем проводил совещание как оцепление обеспечить такой бред вот и жирю они просто уже нас считают настолько за таких тупых баранов до что думают что даже вот такое вот на вранье она вот типа пройдет и мы такие да да все вы все молодцы вы все постарались интересно какие именно полномочия должностные как министр осуществлял там арсен борисович аваков них не дальше еще интереснее дальше у нас стоит зам главы офиса президента кирилл тимошенко ну уже я так понимаю довольно всем известный да такой персонаж что он там делал просто откройте положение про офис президента и вы увидите что офис президента это такой вот вспомогательный орган который помогает президенту выполнять его функции президентские то есть это не мальчик на побегушках который там побеги мне там я не знаю по мою машину или принеси покушать да это люди которые помогают президенту осуществлять свои функции президентские теперь давайте для себя попытаемся понять какие функции президента могут быть в отношении антитеррористической операции никаких что тогда мог там делать помощник президента в чем он осуществлял помощь в исполнении функции президента вот там вот на месте то есть он тоже там получается ни к чему но это очевидно если хорошо так разобраться тот участие во всей этой движухи авакова и тимошенко это фактически превышение полномочий должностных это статья за это можно как бы уголовное дело открывать что вы там делали господа какие полномочия вы там осуществляли как должностные лица и кто вас туда допустил опять-таки вопрос на каком основании с был у вас допустила во всю эту спецоперацию то есть из был получается у нас превысила свои полномочия допустила людей которые не имеют права там вообще находиться и хоть что-либо там делать а тем более комментировать потому что как вы комментируете вот в один момент там из буш не говорит а это тайна следствия а вот это все остальное что не наговорили это не тайна следствия такой бред для кого вы снимаете это кино ребята и вот вижу я вам этот весь брифинг не не хочу показывать я просто вот сел и посчитал вот там четыре человека на из них только с бушник он там по праву находится и ковальну можно сказать он мог бы рассказать о том что я находился там за за линией короче и мы там обеспечили безопасность людей вокруг этого места вот это максимум что он мог рассказать как полицейский при этом если посмотреть сколько времени занял каждый из четырех участников то мы увидим что из бушник наговорил там аж на 35 секунд все больше ничего коваль наговорил аж на 58 секунд и это только потому что к нему конкретно обращались журналисты с двумя вопросами и и потому что он ходил вот это там пытался переговорить переговорщик он самый главный понимаете в сбу уже нет переговорщиков вы ковалей всяких привлекает смешно но серьезно смешно уже просто до слез вы хотели драму снять а сняли комедию тимошенко наговорил там аж на минуту и 40 секунд хотя как я не пришей кобыле хвост что ты там делал кирилл тимошенко что ты там делал тебя нет полномочий заниматься и влазить в эту ситуацию ну и конечно же бенефис арсена борисовича авакова он там наговорил аж три минуты 18 секунд что по времени больше чем наговорили все остальные да то есть это бенефис арсена борисовича авакова который несколько раз похвалил президента с бутам и всех остальных понимаете стоят и нахваливают друг друга мы все сделали но при этом министр самый главный министр мвд хотя опять повторюсь не имеет никаких полномочий вообще участвовать в этой всей спецоперации сбу знаете я когда учился в юридической академии у нас был такой предмет он был небольшой всего лишь один семестр назывался этот предмет латынь ну знаете да есть у нас такой мертвый язык как латынь никто на нем не разговаривает но очень много слов и выражений они засели крепко юриспруденции и не только и вот я помню когда мы сдавали зачет по латыни было задание такое выучить 100 фраз там и выражений на латыни так вот было одно такое короткое изречение на латыни она звучала квибон означает кому это выгодно ищите кому это нужно да либо ищите кому это выгодно так вот кому выгоден весь этот теракт постановочный ну как по мне то понятно кому президенту и арсен борисовичу авакову рейтинг которых стремительно летит в пропасть поэтому кто должен разрулить какую-то страшную ситуацию конечно же зеленский и аваков они разрулили они хотят себе этим ну хотели по крайней мере хотели себе поднять этим рейтинг но я так понимаю они его опустили и еще ниже давайте еще больше таких постановочных видео и тогда народ прямо на улице вам начнет плевать в лица новый день уже за дверима відчуваю навіть тварина не мовчи хоть щось говори нам вони делять на табурина лиза хлопец на табуретку добре що халтури в електрик за життя папір туалетний може то пора взяти верх над а и и и и и и